Вы точно адвокат? Да, конечно, конечно, не переживайте, всё будет нормально. Слушаю вас внимательно. Мне нужно срочно отдать под суд моего мужа. Ха, святое дело. Хорошо, а на каком основании? На ветском. Мой муж недобросовестный заёмщик. Она, то есть, взял кредит и не отдаёт? Псссс! И даже не думает. Хорошо, ну тогда давайте уточним вид взятого кредита. Это был автокредит? М-м-м. Кредит на неотложные нужды? М-м. Ипотечный? Вот этот последний. А, ипотечный. Да, импотечный. На мои неотложные нужды. Ну, вы знаете, не совсем правильно. Не импотечный, а ипотечный. Ипотека — это кредит на недвижимость. Не надо мне вот это. Здесь всё правильно. Дело в том, что у моего мужа абсолютное. Недвижимость. И он взял у меня кредит. Подождите, он взял кредит на лечение? Да не на лечение. Он взял у меня кредит доверия. Обещал, что как только встанет на ноги, то он через недельку-другую погасит весь супружеский долг с процентами. Ага. И не погасил? Нет! Просрочил, гад! Понятно. За пять месяцев и одного платежа. Я бы так, знаете, вот как женщина, как любящая женщина, ему нежно так говорю. Сожжи ж ты, паразит! Кинь мне хоть парочку процентов. Ничего. Скажите, а может быть у вашего мужа есть кто-нибудь? Кто? Нет, я имею в виду, может есть какой-то поручитель? Может есть какой-нибудь друг, который согласился ему погасить весь долг вместо него? Ну, был один поручитель, симпатичный. Поручился раза в три или семь, совсем чуть-чуть. Потом заявляет мне, я больше просто так поручаться не могу. Мне нужны дополнительные финансовые вливания. А ему, знаете, как женщина, нежно так любящая женщина, ему говорю, я же говорю, сволочь, какие тебе еще дополнительные вливания. Я тебе сапади зимние купила, купила. Трусы импортные, неделька турецкая, купила, купила. Кстати, его тоже под суд можно отдать? За что? За то, что недопоручился. Ну, попробуем. Давайте мы с вашим мужем закончим, да? Скажите, вот это вот так называемая недвижимость, о которой идет речь. Импотечная. Хорошо, возьму и так. Вот эта вот недвижимость, она на кого оформлена? Что-то же и дело, если бы она была оформлена на меня, я бы уже ей давно такой евроремонт устроила с подогревом и взякусьями. Ага, то есть оформлена на мужа. Да, так дело в том, что он с ней ни на минуту не расстается. Можно сказать, он с ней сродься. Ну, ничего страшного, можем попробовать отсудить ее в вашу пользу. Что вы говорите? Иго-го, кусики-кусики. Скажите, вы ее во сколько приблизительно оцениваете? Да что там оценивать? Обычная малогабаритная недвижимость. Причем постоянно на первом этаже, без лифта. Ну, это не важно. Не скажите, не важно. Нет, я имею в виду, что это сейчас недвижимость упала, но ведь она в любой момент может подняться. Вау, как интересно поподробнее было. Да, и вот как только судебное решение вступит в законную силу, эта недвижимость перейдет в ваше полное распоряжение. Вы сможете ей распоряжаться в любое время для личных нужд, а также будете иметь право сдавать ее в аренду как частным лицам, так и организациям. Да, если поднимется очень высоко, рекомендую продать. Не надо мне вот это. Оставьте, пожалуйста, свои рекомендации при себе. Если высоко поднимется, то какая же дура такой и отдаст. Как частным лицам, так и организациям. Нет, я лучше для личных нужд. Да, подождите, но он же ее просто так не отдаст. А если не отдаст добровольно, придут судебные приставы, все опишут, наложат арест и отторгнут в принудительном порядке. Есть все-таки правда на свете. Какой хороший закон. Слышите, мужики? Если что, опишем, арестуем и отторгнем в принудительном порядке. Будете знать, как кредиты доверия не отдавать и женщинам супружеский долг не погашать. Закон есть закон. Кстати, мэтр, а пока мы еще не отсудили, может быть вы немножко попоручаетесь за него? В каком смысле? Прямом обратите внимание на мою бивалютную корзину. Айнен, 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 а